Эксперты Фонда развития гражданского общества оценили предвыборные программы партии на думских выборах. Как сообщает информационное агентство РБК, предвыборные программы партии оценивались по четырем параметрам. Реалистичность, системность, антипопулизм и электоральную привлекательность. Наибольшее количество баллов в рейтинге получила Единая Россия. 19 из 20 возможных. На втором месте рейтинга оказалось КПРФ с результатом 15 баллов. Тройку получили коммунисты в графе антипопулизм. Третье место рейтинга с результатом в 12 баллов заняли программы ЛДПР, Справедливая Россия и Родины. По данным экспертов, самый низкий балл получила программа партии народной свободы ПАРНАСС. 7 баллов. Напомним, выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября 2016 года. Одновременно с ними состоятся выборы и в Государственный совет Чувашии. А исследовательский центр информационного агентства ТАСС изучил социальные сети 14 партий, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России. В исследовании отмечается, кто делает ставку на привлечение избирателей через Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Лидер по количеству подписчиков в соцсетях «Единая Россия». Официальная группа в Фейсбук закрыта, и чтобы подписаться на нее, необходимо одобрение модератора. В этой группе партия публикует те же официальные новости, что и в открытых группах и на других площадках ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Ютуб и Инстаграм. Второе место по количеству подписчиков занимает другая парламентская партия – ЛДПР. На сайте политического объединения есть ссылки на официальные аккаунты ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и Твиттер. В большинстве сообщений – ньюсмейкер Владимир Жириновский. Аккаунт Инстаграм есть только у молодежного крыла партии. Площадка называется «Молодежь ЛДПР». Замыкает тройку лидеров КПРФ. Партия в своих аккаунтах в интернете также выкладывает практически одинаковый контент. Новости, региональная активность, мнение лидеров о политических событиях в стране и в мире. Данные актуальны на 12 часов по московскому времени на 19 августа.